Ну что, народ, всем здорово! И я в это непростое время пытаюсь хоть как-то делать обзоры, хоть какие-то, но несмотря на весь этот дурдом, который сейчас происходит вокруг, мне попали наконец-таки 991 ньюбалансы. Многие люди считают их чуть ли не самыми лучшими ньюбалансами из всех, ньюбалансами, которые можно носить на лето, но забегая вперёд, конец этого обзора, я вам скажу, что это не совсем, наверное, уж и так. И да, несмотря на то, что я этот ролик снимал в пределах комнаты, не переживайте, это мой полноценный опыт, я эти ньюбалансы относил несколько дней, даже успел сгонять в них на съёмки, и, как вы видите, по их состоянию они уже немного подубитые, то есть они практически полностью разношные. Так что, поверьте, мне есть о чём вам рассказать в этом ролике, я расскажу об их всех плюсах и минусах. И несмотря на то, что да, это одни из самых крутых ньюбалансов, одни из самых популярных, если рассматривать их топовую линейку, это те самые ньюбалансы, которые я в своей жизни, скорее всего, никак не куплю. Так что, вот так. И да, ребят, как всегда, перед обзором я хочу попросить вас, если вам нравится этот видос, если вам нравится мой канал, тем более в это время прошу вас поддержить его лайком, поддержить его подпиской, и скоро у меня в Инстаграме будет твориться просто какая-то бакханалия, потому что один из моих самых, наверное, олдовых подписчиков, Вага, он будет продавать свою коллекцию кроссовок, включая и американские, и английские, по-моему, ньюбалансы в отличном просто состоянии за какие-то копейки. Так что, если вы хотите нарваться на такие низкие ценники, на такие крутые кроссы, то обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, у меня это все в скором времени будет. Ну, а теперь давайте посмотрим на эти 991-е, и я вам, наконец-таки, в самом конце скажу, почему их себе точно не куплю. Давайте сегодня начнем рассматривать их сверху, а именно с их шнуровки. И здесь ньюбаланс, как всегда, чемпион, в кавычках, в этом звании, потому что у них традиционно для американских и для английских ньюбалансов крайне длинные шнурки. Если вы хотите хоть как-то побороть их проблему, то вам придется зашнуровывать эти кроссовки даже через беговую шнуровку, чтобы эти бантики у вас не болтались по всей вашей ноге. Вот так. Ну, в целом, если говорить про сами же шнурки, то они вполне себе неплохого качества, то есть это практически то же самое, что я и видел и в 998-х, и в полторы тысячных ньюбалансах. Так, если смотреть на язычок, то вы увидите, что он вроде как здесь сделан из сетки, но изнутри у него находится самый обычный поролон, так что он здесь никоим образом, к сожалению, не дышит. А вот где никакого подклада вы здесь, друзья, не встретите, так это спереди на сетке. Я могу сразу сказать, что в этих 991-х самая лучшая сетка не только среди ньюбалансов, но и, пожалуй, среди кроссовок подобного типа в принципе. Я до этого говорил, что лучшая сетка в полторы тысячных ньюбалансах, но здесь она выигрывает тем, что, во-первых, она гораздо лучше продувается, более того, если я сейчас засуну сюда палец, вы, возможно, как и я, сейчас увидите, что он находится. Я его прям вижу сквозь вот эти вот поры, настолько они широкие, и при этом этим ньюбалансам уже достаточно много времени. Они очень долго уже используются, и при этом, видите, здесь нет каких-либо заломов в принципе. Это объясняется конструкцией этой сетки, то есть она как бы натянута между шнуровкой и носком этих кроссовок, поэтому здесь даже малейшего залома на какую-то волну вы не увидите. Но да, если говорить, где эта сетка здесь таким образом вентилируется, то это только вот эта вот часть. То есть если смотреть на середину и на задник, то здесь она никаким образом, к сожалению, не дышит. Но здесь не обошлось без ложки дегтя, и здесь это те самые синтетические вставки, которые находятся спереди. Ньюбаланс здесь решил также не заморачиваться, как и 992-х, и просто вставил самую обычную синтетику. Но, как вы видите, спустя некоторое время использования с ней здесь пока ничего не случилось. Но, опять же, если рассматривать какую-то очень долгосрочную перспективу, то обычно здесь эта штука полностью идет заломами. Это очень плохо. Но если смотреть на весь дизайн ньюбаланса в целом, то они по традиции полностью практически сделаны из свиного спилка. Но в этих ньюбалансах он не самого лучшего качества. Здесь очень крупный ворс, который не особо переливается. То есть если говорить про боковые части, а я эти ньюбалансы уже успел и почистить, то после чистки вы увидите, что здесь практически пропал хоть какой-то ворс. Он здесь не играет никаким образом. Похоже больше на самый дизайн ньюбаланский спилок, как каких-нибудь, кстати, соконей, о котором мы в этом обзоре поговорим. Перец здесь хоть как-то немножко, но играет. Но с задником, кстати, ничего здесь не случилось. У него вот этот самый перелив. Игра вот этого спилка, как была раньше, так и сохранилась даже после ухода. Ну и да, стоит отдельно остановиться на заднике. Здесь очень-очень ярко выраженный стакан. Он находится практически под всей вот этой вот черной вставкой из замши. То есть здесь пластиковый тот самый стакан, который отлично держит вашу ногу. Но если смотреть на другие детали, которые находятся в этих кроссах, то это рефлектив. Но, к сожалению, сейчас день. Я его прям ярко так показать не смогу. Надеюсь, вы хоть что-то увидите, потому что он в основном здесь находится только на заднике. Ну а спереди где-то я его разглядеть так, к сожалению, и не смог. Снизу этих 991-х картина тоже не самая простая основа всего Мицола. Здесь по традиции для Нью Бэланса составляет пена. Но, тем не менее, по жесткости она здесь различается. То есть, если рассматривать участок спереди, то он по жесткости примерно напоминает то, что я видел в 992-х Нью Бэлансах. Достаточно мягкая для супер-олдовых вот таких НБэк. Но если смотреть на то, что у них находится сзади, то это настолько твердая хрень, что по жесткости она напоминает чуть ли не какую-то тыпу. Ее промять здесь практически никак невозможно. И в дополнение ко всему этому сверху на заднике здесь находится еще дополнительный вот такой пластиковый стакан. Ну и, конечно же, здесь не обошлось без фирменных технологий от Нью Бэланса. Одной из которых здесь является Абзорб. Как вы знаете, Абзорб был придуман как шок-абзорбер. То есть, он должен работать в каких-то экстремальных ситуациях. И в этих Нью Бэлансах он из себя представляет две пластины. Одна из которых находится в мыске, и другая находится сзади. И, ребят, это реально пластины, потому что эту штуковину, что спереди, что сзади, пальцами просто невозможно промять. Ну, то есть, какая-то чудовищно сильная нагрузка должна быть, чтобы они у вас заработали. Даже если бы я бегала, я напоминаю вам, что я вешу 96 килограммов. Я сомневаюсь, что такая штуковина будет в моем случае работать. И мы про этот обзор поговорим позже. Просто я не верю, что он здесь представлен так, как, например, в тех же 992 Нью Бэлансах. Так что, да, эта штуковина твердая даже для меня это уж точно. Из подошвы Нью Бэланс здесь решили не придумывать велосипед заново. Они добавили сюда свою фирменную технологию Endurance, которую они пихают в свои самые топовые Нью Бэлансы. То есть, это достаточно изосостойкая резина, которая не скользит на каких-то мокрых скользких поверхностях, например, на каком-то скользком металле. Ну и да, вы видите протектор, что он не слишком такой агрессивный. То есть, для города его будет вам в самый раз, поверьте мне. Так, окей, мы вроде как сверху их полностью изучили. Теперь давайте посмотрим, что у них вообще находится внутри. Для этого я, пожалуй, возьму уже расшнурованный кроссовок заранее. Если смотреть на качество их, то вы увидите, что это просто какой-то рабеж. Это какой-то мусор. То есть, я не помню реально, где я видел столько клея, столько неаккуратности. Да, швы нормальные, но клей они здесь нахерачили каким-то непонятным абсолютно образом. Как вот так вот в первом классе ПВА, когда клеили фигурки. Ну вот, примерно таким же методом они здесь все это обработали. И здесь, к сожалению, вам не особо будет заметно, но вот здесь находится синий такой пятачок. Который я, кстати, встречал в 992-х Ньюбалансах. И это была технология N-Cup. Если это N-Cup, то я не представляю, как здесь работает обзор. Где он здесь находится. Спереди здесь чего-либо не увидел. Так что я не сомневаюсь, что Ньюбаланс здесь просто решили всех надуть. Как, например, было то у Asics'ов их гель-лайт какими? Пятыми, по-моему, да. То есть там был очень маленький такой участок геля и все. И там спереди ничего не было. Хотя они заявляли, что спереди у них гель тоже есть. Так что я в этом здесь очень сильно сомневаюсь. Чтобы здесь обзор как-то адекватно работал. Ну, а если смотреть на стельку, то подобную я видел. Мне в первую очередь всегда приходят почему-то мои неовиумы. Там такая же абсолютно стелька была. То есть вы видите, что поддержка здесь чуть ли не образцована. Она здесь практически везде есть. Отвод влаги обеспечен, конечно же. Видите, сколько здесь много отверстий. Но при этом сам участок пены очень тонкий. Со временем он превращается практически в ничто. Если его прям прощупать на пятке, то здесь какой-либо толщины. И, следовательно, амортизации через какое-то там время, очень длительное время использования не ждите. Но при этом размеры стельки в длину достигает она 29 см, ширину 9,5 см. И если смотреть на бирку, то вы здесь увидите USA 10,5, UK 10, евро 44 и 1,2. То есть эти NB-ки мне чуть-чуть маловаты. Если вы носите New Balance, например, 574-й, 11-го US размера, то 11-го берите и эти 991-ые. Да, забыл, кстати, сказать про их вес. И они весят 437 граммов при таком размере. То есть вес вполне себе стандартный для лдовых New Balance. Но теперь мы переходим к третьей части обзора, где я вам расскажу, чем они меня порадовали, а чем не совсем. Итак, первое, о чем я вам хочу рассказать, как только надел эти NB и начал их носить. Это, пожалуй, самый ярко выраженный стаб. Самый ярко выраженный стакан в пятке, который я когда-либо чувствовал не только в New Balance, но и, в принципе, наверное, в кроссовках. То есть ты очень сильно ощущаешь, как задник обхватывает всю твою пятку, не дает ей вывернуться ни наружу, ни внутрь. Да, это образцовая, пожалуй, стабилизация. Если у вас какие-то проблемы с ногами, то есть они у вас заворачиваются или внутрь, или наружу, то, пожалуй, на именно этих, на 991 New Balance вам и стоит сделать выбор, если для вас это, конечно же, приоритет. Но, наверное, для некоторых людей, которым стабилизация так сильно не нужна, такой задник покажется каким-то чересчур. Так что можете в таком случае их не рассматривать. Ну и при этом здесь сразу же стоит сказать о том, что из всей 990 серии это, пожалуй, одни из самых жестких кроссовок, если не самые жесткие вообще. Это как раз-таки обеспечивается, в кавычках, их очень твердым задником, обзором, которого я вообще, в принципе, не ощущаю. И как только вы надеваете эти НБХ и начинаете идти по какому-нибудь асфальту, или твердой поверхности, или по плитке, даже при неспешной ходьбе вы ощущаете какое-то постукивание. То есть я даже специально-то дело заснял для вас на телефон, чтобы вы услышали, как это звучит. Так что да, для многих это покажется минусом. Для меня это, например, минус. Я не люблю, когда обувь жесткая. Так что если вам на это наплевать, на шумность, то можете брать абсолютно спокойно. Но если рассматривать их посадку в целом, то они очень и очень плотно облегают вашу ногу. Что снизу, что по бокам, что сверху. Но тем не менее, я говорил до этого, что у них очень продуваемая сетка. Это действительно так. Это те самые New Balance, которые при вот такой олдскульной конструкции верха, они абсолютно спокойно могут работать и летом. То есть такие НБХ я бы спокойно носил где-то до, пожалуй, 23, ну максимум до 25 градусов. Они слишком хорошо здесь продуваются. Даже когда я сейчас выходил на улицу в плюс 6 градусов, мне на ноге становилось реально холодно. Так что это один из тех вариантов, которые вроде как, но все-таки можно на лето носить. Но, конечно же, не до супервысоких температур. А теперь, ребят, переходим к, пожалуй, их самой главной лично для меня проблеме. Почему я эти New Balance не куплю? Несмотря на то, что 991-й это кроссы из топ-дивизиона для New Balance, у них возникла одна такая небольшая проблемка. Как только их надел, я почувствовал очень сильное чувство деживю. И оно было вызвано тем, что я уже носил в своей жизни крайне похожие кроссовки. Это как раз-таки кроссы не от New Balance. Это сокони. Это вот эти сокони Shadow 5000-е, которые очень сильно, практически по всем аспектам напоминают мне 991-е. И своим поведением, и то, как в них чувствует себя нога. И, конечно же, тем самым сочетанием очень твердого задника и мягкого переда. И ты чувствуешь тот самый перекат, который ты мог встретить в 991-х. Но он здесь, кстати, не образцовый. Но, да, здесь нету вентиляции, здесь нет той надежности, как у New Balance. То есть, я напоминаю, у меня вот эти сокони порвали здесь носки, но это другой кроссовок. У них очень плохие нитки. Многие об этом действительно знают. Но мне лично сокони всегда больше вкатывали дизайном, чем 991-е. Да, я люблю New Balance, но 991-е мне абсолютно внешне никак полностью не зашли. Так что, если вы, ребята, хотите прочувствовать тот самый New Balance-ский экспириенс, как, например, я его почувствовал в 991-х, можете не тратить там 8-10 тысяч. Можете потратить гораздо меньше. Это около 3 тысяч рублей. И купить вот эти Shadow 5000-ные, и вы почувствуете практически то же самое. Ну и не такой уж слишком навязчивый задник. Но, тем не менее, для меня это кроссы все-таки одни из самых лучших, в принципе. Так что, да, ребят, вот такой вот неоднозначный вывод. Я почему-то выбрал для себя сокони, которые хоть и более дешманские, но работают примерно так же, за исключением вентиляции. Как всегда, ребят, если вам понравился этот видос, если вам нравится этот канал, то поддержите этот видос лайком. Подписывайтесь на этот канал, комментируйте этот видос. Как вам вообще 991-е нравится, не нравится? Пишите об этом. Это будет интересно знать не только мне, но и всем остальным людям, которые смотрят это видео. Ну а теперь для меня для вас, ребят, точно все. Ждите в скором времени обзор на вот эти вышки. Ну и теперь, да, я не знаю, что больше добавить. Всем счастливо!